Сегодня я бы хотел рассказать и дать некоторые рекомендации по вопросам отказа непосредственно от курения. По статистике во всем мире насчитывается 21% курящего населения. По России статистика несколько похуже. В России 31% или 36 миллионов человек курит. Средний возраст начала курения 17. Среди разделения по половому признаку мужчин курящих у нас в стране 54%. Женщин, слава богу, всего 14% насчитывается. Курение непосредственно является серьезным фактором риска развития ряда заболеваний, в частности заболеваний дыхательной системы. А именно хронически абструктивная болезнь легких и другие хронически неспецифические заболевания легких. Само по себе курение, как таковое, не вызывает заболеваний, а является фактором риска. Большим фактором риска. Всемирная организация здравоохранения проводила свои исследования, в которых показали, что курящий человек в среднем сокращает свою жизнь на 15 лет. То есть и отсюда все эти общие фразы, что курение приводит к преждевременной старости, они имеют место быть. То есть курящий человек живет на 15 лет меньше. Одно из самых опасных и неизлечимых заболеваний, которому приводят курение, одно из, это хронически абструктивная болезнь легких, при которых происходит поражение средних мелких бронхов, то есть приводит к их разрушению. Заболевание необратимое, то есть ограничение воздушного потока по этим бронхам носит необратимый характер. Терапия пожизненная, терапия поддерживающая. Лишь направленная на, так сказать, консервацию этого состояния, но не на излечивание. Естественно, затраты государства очень высокие по лечению, проще спрофилактировать. Также группа заболеваний, которым приводят курение, это онкологические заболевания, центральных бронхов и периферические образования легких. Тоже статистику не приведу, смертность достаточно высокая, заболеваемость тоже достаточно высокая. И одним из основных факторов заболеваний, закачивания заболеваний легких является курение. Также Всемирная организация здравоохранения провела исследования, в которых показали, что образ жизни человека на 60% оказывает влияние в общей структуре формирования здоровья. И лишь 10-15% отдается на откуп здравоохранению, 5% экологии, и остальные оставшиеся проценты – это другие факторы. Основное – это образ жизни. В образ жизни что включается? Это физическая активность, здоровый образ жизни, правильное питание. Огромный вред наносит и такой фактор, как пассивное курение. То есть, если курящий человек курит и не заботится о своем здоровье, мне кажется, он хотя бы должен позаботиться о здоровье своих ближних, в частности, детей своих. Также в исследованиях показано, что курящие люди в 90% случаев имели курящих родственников в своей семье. Если же говорить в частности о заболеваниях, таких как Хоббл, то на что нужно обратить внимание? Высокий риск заболевания Хоббл является высоким показателем индекса курильщика. То есть, если он больше 10, то велика вероятность того, что человек заболеет. Считается он просто. Количество лет курения умножается на количество покуренных сигарет в сутки и делится на 20. Если получается индекс больше 10, то это основание, серьезное основание обратиться к специалисту, к терапевту или к пульмонологу для получения консультации и проведения скрининга дыхательной системы. Также следует обратить внимание курильщикам на симптомы, которые могут на начальной стадии помочь заподозрить хронический нетерпинный бронхит, а именно отдышка, которая нарастает при обычной, уже обычной физической нагрузке, появление кашля. Кашля преимущественно возникает по утрам, может отходить мокрота, чаще она отходит. То есть вот эти три основных признака должны человека насторожить на то, что у него большой риск развития хронической психотерапевтической болезни легких. Это основание для того, чтобы обратиться. Пассивное курение, ровно как и активное курение, в том же объеме влияет на заболевание дыхательных путей. Также хочется сказать про злокачественное образование. Тут эта тема требует отдельного обсуждения. Почему? Потому что на ранних стадиях заболевания злокачественные сложно обнаружить. Все зависит от локализации и размера очага поражения. Симптомов может не быть на протяжении нескольких лет, а потом они проявляются уже на той стадии, когда нужно проводить какие-то хирургические вмешательства и требуют активной работы онкологов. Здесь то же самое. Высокий индекс курильщика, то есть больше 10 является тем же самым предиктором того, что может возникнуть. Никто не говорит, что 100% у всех курящих. Очень часто бытует мнение, что когда проводишь консультирование по отказу от курения на приемах, фразы звучат, что у меня соседу 90 лет всю жизнь курил, курил сигареты без фильтров. Тут надо полагать, что... не надо полагать, а есть закономерность, что наследственные факторы, образ жизни, экология, питание, все это сказывается в общую картину. Но он был не застрахован. Ему просто повезло. По-другому не сказать. Ему просто повезло. Но повезет ли другому такому же человеку с абсолютно идентичным набором генов и окружающего мира, неизвестно. Поэтому в любом случае курящему человеку нужно позаботиться заранее о том, что будет в перспективе. Вообще у нас люди так устроены, что мы хотим получить определенные результаты здесь и сейчас. Отдаленные перспективы, отдаленные мотивы нас редко интересуют. Но мне кажется, очень серьезный мотив к отказу от курения – это долгая, здравая и качественная жизнь. То есть качество жизни – это очень серьезно, потому что можно быть 80-летним, при этом не жить, а выживать. Но у каждого курящего есть шанс восстановить свое здоровье до того, как возникнут клинические исходы. А именно хобл. Если у человека хронический бронхит, который не перешел в стадию хобл, есть все шансы восстановить свое здоровье практически полностью и через год забыть вообще о проблеме с бронхами. Потому что бронхит – это хроническое заболевание с периодами обострения, с периодами ремиссии. Если достигнуть стойкой ремиссии, то человек будет жить полноценно. Хронический бронхит не требует постоянного влечения, в отличие от хронического обструктивного бронхита, который требует ежедневный прием ингаляторов. Ингаляторы, как один из мотивационных моментов, дорогостоящие. Лечение хобл не входит ни в одну региональную льготу, только лишь если уже достигнута стадия инвалидизации, инвалидности. Тогда, конечно, ингаляторы получают бесплатно, но можно этого всего избежать. Рекомендации по отказу от курения, они, конечно, существуют. Сейчас, на данный момент, в городской поликлинике номер 4 Нижнего Тагила организовано отделение, так называемый Центр здоровья, в котором человек проходит скринговое обследование сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы, спирография. Это один из самых главных наших инструментов, у пульмонологов такое подспорье, которое позволяет своевременно выявить даже самые незначительные начальные моменты даже бронхита. Я не говорю о хобл, просто бронхита какой-то обструкции. Мы видим по спирометрии, что мелкие бронхи уже начинают забиваться. Если мы это делаем в динамике, то видно, собственно, всю картину, весь процесс заболевания. То есть вот на базе поликлиники номер 4 открыт данный центр, он уже существует, функционирует, в котором также по результатам обследования проводится консультирование. И тем людям, которые нуждаются в отказе от курения, мы готовы помочь. Мы готовы помочь, мы готовы квалифицированно проконсультировать. Потому что от курения отказаться можно, это тяжело. По классификации заболеваний это относится к заболеваниям зависимым. Это зависимость. Раньше считалось, что это вредная привычка. То на протяжении уже больше пяти лет это считается зависимостью. Ровно такая же, как и наркотическая зависимость. Но в отличие от наркотической зависимости, это заболевание поддается терапии. И спустя полгода, после того, как человек отказался от курения, он считается вылеченным от данного типа зависимости. Кто-то может... Опять же, если внимание обратить на статистику, то только 3,6% населения способно само, без помощи медикаментов и без помощи специалистов в плане углубленного мотивационного консультирования бросить. Это очень малое количество. То есть 100 человек только 3-4 человека сможет бросить. Это очень маленький процент. Ну, хотя бы какой-то. Также на консультировании в Центре здоровья мы определяем степень зависимости, степень мотивации, степень готовности. То есть мы определяем, на какой-то стадии пациент находится в вопросе отказа от курения. Потому что есть люди, которые реально... И их очень много. Вот я из своей практики скажу, что, наверное, процентов 90 реально хотят бросить курить. Они готовы об этом разговаривать. Они готовы слушать. Они понимают все последствия. Но они не могут. Не могут почему? Потому что это зависимость. Когда в организме происходит дефицит никотина, а ведь именно с каждой выкуренной сигаретой человек получает дозу никотина. А дым, продукты горения, это лишь плата за это получение никотина. То есть это такой побочный момент, который непосредственно влияет на здоровье человека, непосредственно влияет на разрушение бронхов, хроническое воспаление и образование, закачественное образование именно дым. Никотин – это молекула, за которой человек гонится. Существует три типа лечения, о которых мы готовы поделиться с каждым человеком, к нам обратившимся, подобрать правильную схему лечения. Она длительная. В среднем курс лечения от никотиновой зависимости длится 8 недель в среднем. Но когда человек добросовестно проходит весь этот курс лечения, он действительно отказывается от него. Это что касается борьбы с курением. Мы всем готовы помочь, и это возможно. Также, мне кажется, населению стоит знать про такие маркетинговые инструменты табачных компаний, которые выпускают крепкие сигареты. Вот каждый человек, который пытается в своей жизни бросить курить, много разных мифов ходит. Кто-то говорит, что нельзя бросать сразу. Кто-то говорит, что вообще нельзя бросать. Особенно те, кто болеет хоббал, они говорят, что мне нельзя бросать не только хуже. Хуже в каком проявлении? Конечно, человек, когда бросает, происходит синдром абстиненции. Опять же, то же самое, что при отказе от алкоголя, при отказе от наркотиков, абстинентный синдром, который выражается в раздражительности, появлению постоянного стресса. Ну и остальные неблагоприятные моменты. Каждый курильщик обращает внимание, что он становится раздражительным. Это синдром абстиненции, который длится менее двух недель. Конечно, нужно потерпеть. Чтобы заплатить за долголетие, нужно чем-то пожертвовать. Своим терпением просто потерпеть. Терпеть также в вопросе отказа от курения большую роль играет окружение. То есть поддержка в семье и очень эффективные методы, когда бросают курить коллективом. Коллективами, коллективная. Отказ. То есть нет примера, который ходит сигаретой, а ты бросаешь. Это тяжело. Каждый курильщик это понимает, о чем идет речь. То есть всего существует на сегодняшний день три типа терапии, одна из которых никотинозаместительная терапия. Многие граждане, кстати, самостоятельно прибегают к самолечению и идут в аптеку и покупают пластыри, жвачки и так далее, так далее без квалифицированной помощи специалиста. Но это ровным счетом такой же препарат, такая же медикаментозная терапия, как любая другая, которая требует подбора дозы. Главное, правильно подобрать дозу. В нашей поликлинике работает три врача, которые реально обучены методом, профессионально обучены методом консультирования по вопросам отказа от табакокурения. Поэтому приходите в Центр Здоровья, поможем сориентироваться, поможем отказаться от табакокурения. Уважаемые пациенты, если у вас появилось реальное желание, вы хотите бросить, но у вас это не получается по тем или иным причинам, любой врач готов в этом помочь. В частности, пульмонологи, терапевты. Приходите на прием, проведем квалифицированное, правильное и наукообоснованное консультирование и поможем разобраться в причине, поможем подобрать правильную терапию. Продолжение следует...